Семья – самое важное, что есть у каждого человека. Любое государство строится на основе института семьи. Здоровье будущих поколений, качество образования детей, формирование нравственных устоев и ценностей общества напрямую зависят от благополучия семей. При этом самое ценное, что есть в семьях – это дети. Елизавета Родионова – счастливая мама восьмерых детей, старше уже 14 лет, а младшему всего два месяца. О жизни многодетной семьи расскажет Алина Хайдаршина. Есть такое высказывание – рай находится под ногами матерей, и смотря на многодетную маму, трудно с этим не согласиться. Первая дочь у Елизаветы Родионовой родилась, когда ей было 19 лет, а младшему ребенку всего два месяца. Елизавета с улыбкой вспоминает, что ее муж хотел первой как раз именно девочку. Они с супругом познакомились еще в школе, сумели сохранить любовь и создать большую семью. Муж любит возиться с детьми и помогает жене по дому. Все дети живут очень дружно, у каждого свои причуды и особенности характера. Это спокойная, помогает. Это тоже третья дочка у нас, шустрая, чересчур, везде это успевает. Это баловная, что маленькая. Это тоже сын спокойный, этот шустрый. Все разные дети-то, у каждого свои, так считает характер. Елизавета с улыбкой рассказывает, что хлопот по дому более чем достаточно. И не мудрено, ведь дома всегда необходимо поддерживать порядок, готовить на всю семью, что с таким количеством детей совсем непросто. Любят борщ, манты, урумо, плов, шашлык, шашлык, это когда на улице готовим. В основном супы, борщ, шерпо. А как день рождения отмечаете детей? Ну, дома собираемся, торт, соки им покупаю, картошку в духовке жарим. Также необходимо заниматься с детьми, которые учатся. Кстати, дети ходят в столичную школу, хотя семья живет в селе Комсомольское. Помогают Елизавете и ее родственники, в частности мама и родная сестра, которая живет по соседству. Управиться по хозяйству помогают старшие дочери. Нянчаюсь, когда мамы нет, ну она уезжает по делам. За малышами смотрю, а еще помогаю ей кушать, готовить. По дому вот когда бегают, за ними бегаешь, это очень весело. Резиночки, мячик, да, на машинках их любим катать. А еще что мы делаем с ними? Да, рисуем мы с ними, ну бывает такое. Еще я люблю им мультики показывать на своем телефоне. А еще что? А еще люблю гулять. А вот государство многодетной семье помощь не оказывает. В республике многодетные семьи должны получать пособия на детей. Но по словам Елизаветы, местные власти не выделяют пособия по причине того, что ее муж работает водителем грузовой машины и у семьи есть движимое имущество. Однако с приходом нового главы Айлок Мату ситуация обещала измениться в лучшую сторону. Обращались, четыре раза документы подавали. Вот говорят, что помощь детские не положены в пособие, что прожиточный минимум хватает, что муж на зилу работает на машине водителя, что говорит, хватает, вам не положено. Но сейчас вроде как сказали, что будет помогать новый председатель Айлок Мату. Каждый ребенок приносит семье большое счастье, а когда детей восемь, счастья становится еще больше. Все дети любят маму, папу и, конечно, друг друга. Причем в семье талантлив каждый ребенок. Дети любят рисовать, читают книжки и хорошо учатся. Я маму люблю, потому что она же меня воспитала, и папа тоже. Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо. Я большому кораблю дам твое название «мама». Елизавета рассказывает, что они с мужем планировали завести только двоих детей. Мы очень ждали первую дочку, а потом родилась еще одна дочь. И Бог дал нам всего восемь детей. Главная цель родителей на сегодняшний день – это дать хорошее образование всем детям и поставить их на ноги. Всего у молодых родителей три сына и пять дочек, которые растут не по дням, а по часам. И ежедневно радуют маму с папой.